По статистике самое опасное место в автомобиле правое переднее, потому что инстинктивно в самый последний момент водитель отводит опасность от себя. Горечь этой статистики испытал на себе и Владимир Карлов. Осенью 2010 года он возвращался с друзьями домой. На мокрой грязной дороге машину повело и перевернуло. Володя выбил головой лобовое стекло и вылетел на дорогу. И тут глазочки протрем, носик. Но не буду твой носик особенно трогать. Не нравится тебе. Поверить в то, что с ее мальчиком стряслась беда, мать не может до сих пор. Знали бы вы, каким он парнем был, повторяет она. Лучшего помощника и представить нельзя. Родители всегда дети, какие бы они ни были, они хорошие. Но Вова хороший. Он не очень любитель деревни. Но помогать вам помогал. И за Сахой ходил, когда огород распахивали. Он вообще брался за любую работу. С пятого курса Орловского педагогического ушел на заочный. Поехал на заработку в Москву. Какой-то причерчий был. Вот я вдруг потеряю работу, у меня не будет денег. И он говорит, надо хоть по чуть-чуть, надо их собирать, эти деньги. Тех заработанных Володе денег давно уж нет, говорит мать. Да и десяти Володиных пенсионных тысяч едва хватает на жизнь. Чуть-чуть, по чуть-чуть. Все, Вова. Все, мама вставила. Сын не безнадежен, уверены родные. Им вторят доктора. Наш врач сказал, обязательно надо надеяться, обязательно надеяться. И, ну, заведующий, я говорю, вы что-нибудь мне скажете по поводу Вова? Он сказал, ну, это длительное время. Может, и два, и три года, и четыре, и пять. Да хоть десять. Только был бы жив. А у нас были бы силы, говорит мать. Их с каждым днем все меньше. Мне ударил голову на солнце. Пошла рука, нога. Она никакая стала. Это что значит? Это значит уже закупорка. Ну, ладно, давай отделяем. Ну, как вы себя сейчас чувствуете? Ну, слабовато, но ничего, пойдет. О том, как это, ухаживать за тяжелобольным в доме без всяких удобств, родители попавшего в беду парня говорят неохотно. С сыном мы купаем, два кареты становим, сажаем, установим стол. На стол его сажаем и втроем купаем. Ждем другого сына вдвоем, мы его не можем искупать. Судьба у них такая, комментирует ситуацию глава района. А кто должен для сына заготавливать? Вот так вот по-хорошему, если по логике. Вот у меня сын заболел, да? Кто должен беспокоиться о моем сыне, как я, не родитель? Мир не без добрых людей, не отчаиваются старики. После всех невзгод они верят. Всегда есть те, кто протянет руку помощи.